итак у нас первое занятие программирование на c++ для школы 15 14 8 класс мы с вами сегодня будем разговаривать про простые вещи в языке c++ я хотел бы для начала рассказать о нем почему он вообще имеет смысл язык этот достаточно старый он появился в восьмидесятых годах начале он назывался язык си с классами си плюс плюс вначале назывался си с классами си с классами а язык си он еще более древний вот он родился в 1972 году если не ошибаюсь но он после языка паскаль родился вот язык си был создан для того чтобы писать операционную систему юникс юникс мертв линукс жив линукс его потомок free bsd mac os это все потомки юникса их очень много ну вот изначально си был создан именно для того чтобы писать ядро операционной системы вот и в связи с этим у языка си да то есть если вот построить вот эту линеечку да все да си с классами си плюс плюс но я не будут промежуточной там были перед этим добыл язык биба цпл там си си плюс плюс это не так даже принципиально но вот это наследие она очень сильное дело в том что сейчас язык си тоже жив им тоже пользуются в частности ядро операционной системы linux ядро linux точнее ядро операционной системы гну операционной системы android называющиеся linux да но написано на си линус торволец продолжает писать на сях вот но наследие это достаточно жесткой языки развиваются совместно стандарты принимаются совместно ну си он достаточно как сказать слабо развивается то есть у него и какие-то там фиксы небольшие а так он очень стабилен вот оси плюс плюс он развивается достаточно динамично и остается современным языком и он не канул в лету совершенно чем он интересен и важен для нас потому что олимпиады выгодно выигрывать именно на языке си плюс плюс можно конечно и на чистом си писать но это можно грохнуться потому что там нет многих удобных структур данных оси плюс плюс он предоставляет все удобства современных языков там контейнеры и прочее 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 и так значит я надеюсь что действительно никто больше не ожидает да вроде бы все все на месте и так значит что в чем его плюс плюс в том что он давайте про плюс его расскажем про плюсы раз два два плюса значит смотрите а во первых первое он быстрый он быстрый это связано с тем что он является языком компилируемым непосредственно в машинный код тех архитектур компьютеров на которых вы собираетесь собственно запускаться вот то есть он переводится прямо в машинный код и выполняется он быстро еще плюсы да он как я уже сказал на самом деле достаточно современный он содержит в себе очень много классных концепций и он продолжает развиваться есть еще одно свойство языков программирования а это универсальность они не всегда универсальные универсальный это знаете как швейцарский нож его можно и туда и сюда и для этого и для того вот си плюс плюс он именно что универсальный и он может быть применен как для графических программ для бэкэнда странно его использовать для фронт-энда веб-сайтов я такого почти не видел на самом деле видел вот но тем не менее да его можно использовать почти для всего чего угодно у него на нем даже можно программировать микроконтроллеры а вот там arduino или другие то есть прям вот что называется самый-самые низовые вещи там где даже нет операционной системы там где dotnet java машина и интерпретатор python плакали вот хотя питон все равно универсальный джава универсальный язык но тем не менее да вот есть языки которые не на длин для всего годится годятся а еще си плюс плюс очень хорош с точки зрения а исторической дело в том что вот как он сам появился на основании языка си из-за этого он в частности наследует некоторые костыли которые были в языке си и мне придется об некоторых вещах разговаривать а кое-каких вещей просто постараюсь избежать вообще пропустить мимо вот а так вот си плюс плюс на самом деле дал как сказать стал родоначальником очень многих языков но в частности джава ну надо сказать что си шарп да тоже является его потомком но все-таки си шарп уже учитывает там и джава вские вещи да но вот как бы как минимум да там java script тоже делался с оглядкой нет java script нельзя назвать вполне но все равно так называемый си подобный синтексис да то есть какие то есть языки которые проросли условно рядом мимо да но все равно вот они от общего предка и они очень похожи и поэтому да есть многие вещи которые переплетаются знаете как живут две цивилизации рядом и у них языки заимствуют слова друг у друга на за и заимствуются какие-то идеи одни одно изобрели другое другое поэтому есть и обратное влияние то есть что-то в языке уходит из си плюс плюс а что-то возвращается в него вот сейчас например в си плюс плюс пришло хотя он вроде бы объектно ориентированный язык да но в него притекло очень много функционального от функционального программирования потом там содержится об обобщенное программирование у нас не стоит задачи не стоит задачи углубляться в синтаксические вещи и восхвалять какие-то там детали анализировать это в разных языках и сравнивать друг с другом и не филологи от программирования с вами но есть тем не менее некоторая польза угадать язык программирования которым вы будете писать очень сложно практически невозможно да но мало того что он подходит для олимпиад сто процентов то есть вот на российских олимпиадах это сто процентов язык которым можно использовать и 90 с лишним процентов финального этапа задачек финального этапа пишутся на 1 си плюс плюс нет есть варианты можно писать там и на джавы есть любителей на паскале писатель тоже в принципе компилируемый может заработать быстро но тем не менее он другие языки превосходит часто по скорости поэтому он подходит для олимпиад и всегда в олимпиадах в качестве одного из языков он работает в смысле он для олимпиад является основным вот и еще один момент это еще раз говорю исторический до что после си плюс плюс другой язык может показаться очень легким то есть он похож на другие языки или скажем так он дал каким-то языкам идеи концепции да то есть он удобен для последующего перехода да ну легко перейти легко перейти с него легко уйти на другой язык ну так на джава и так далее на другой язык ну вот поэтому в частности да ну для нас на самом деле самое главное то что мы сможем его вы сможете использовать его для олимпиад ну и для изложения алгоритмов до алгоритмы часто предполагают то что вы сможете сделать не просто решить задачу решить ее адекватно быстро да с небольшим использованием ресурсов с разумным рациональным использованием ресурсов компьютера и так давайте начнем с вами с базовых самых вещей вот самых базовых вещей значит тема сегодняшнего занятия это введение в оси плюс плюс и первое что я хочу вам сказать это а как собственно запускать программный код как запускать программный код и второе а как почитать про язык какие-то вещи то есть ну всегда возникают какие-то как сказать ну справочные вопросы можно конечно спрашивать друг у друга тем не менее так ну что же значит мы с вами мы с вами вот короче я дам ссылочку какую очень простую кодблокс кодблокс для большинства операционных систем это прекрасный компилятор который не компилятор прошу прощения а среда разработки да она open source на кроссплатформная свободная вот значит короче downloads скачиваете скорее всего вам нужен бинарный релиз вы не не будете собирать из исходников бернарный релиз соответственно и вопрос дальше тут есть куча всяких ссылок да я вот можно просмотреть да всякие 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 разные под разные операционные системы что делать скорее всего у вас винда вот тот компьютер с которого я сейчас вещаю он тоже под виндой соответственно а какой из экзешников нужно брать откуда здесь устанавливаться отвечаю ну в зависимости от того какой у вас компьютер 32 бит или 64 зависит то первые пункты или потом но скорее всего 64 бита вряд ли у вас совсем старый компьютер и вы вышли с него на занятия а вот здесь обратите внимание мин гв с этап дело в том что среда разработки кодблокс она собственно поставляется без компилятора так кто-то не вышел не вошел в конференцию интересно чему я не знаю как впустить ладно это не мое сейчас дело значит короче ссылка вот здесь вот не имеет большого значения нажимаем скачиваем экзешник у вас соответственно скачивается так у меня он где у у меня он где-то тут так я специально вот этот этап не стал проходить я удалил старую и так да естественно для установки да может понадобиться администраторские права но там есть вариант и какой-то и без обмина установки вот так части полночка у меня чего-то закрылся простите пожалуйста за задержку сейчас я найду где она все вот так товарищи я гриша буров гриша буров я выключу вам звук сейчас и так установка в данном случае лучше не трогать и включить сюда все вот соответственно там есть какие-то дополнительные плагины к нему по поводу подсветки кода каких-то еще вещей они не существенные и не тяжелые и нет никаких в них сложных как-то затрудняющих работу вещей поэтому лучше сильно это дело не изменять и просто запустить вот при при желании можете там поковыряться короче я ему просто оставлю и мы сейчас с вами дальше обсудим некоторые детали но я отключусь вот на время отключусь от установки пока он распаковывать все файлы и мы с вами поговорим дальше про простейший простейший файл когда создавался язык си один из создателей дэнис ричи вот его сотоварищ брайан керниган написали книгу керниган ричи про язык си введение в язык си если не ошибаюсь вот она является классической так на нее ссылаются к ntr вот и именно в этой книге в первый раз была озвучена такая программа hello world первая программа привет мир вот потом стали писать эту программу hello world на разных языках вот ну давайте вот создадим программу hello world на си плюс плюс значит надо сказать что по сравнению с питона здесь сразу много проблем есть проблемных моментов которые приходится просто принять как некую магию я пишу но еще hello нигде не появился и вот наконец таки и вот наконец таки вот мы дошли до hello world вот именно здесь содержится текстовая информация которая попадет на экран компьютера привет мир восклицательный знак косая черта n двойная кавычка . запятой но это еще не все сложности еще немножко отступаем и напишем return 0 . запятой вот вот столько букв надо написать для того чтобы просто заработала ваша программа hello world давайте так пока мы дошли до момента когда до момента когда наконец готова запуститься среда все можно закрывать финиш вот ну и сейчас она у меня появится да а да могу вот могу и не только она там еще александр некий спасибо можно не было не было а я сейчас поясню это очень маленький простой вопрос то есть все остальное на самом деле должно вызывать больше вопросов вот я поясню сейчас значит короче а дело в том что подробный рассказ про каждый кусочек вот этого кода который мы сейчас видим он может занять все наше время вот все это занятие я когда-то на физтехе там но у нас там был чистый си вот там одни сложности рассказа про hello world здесь другие но реально можно углубиться я могу сейчас помахать что называется кулаками и быстро по называть какие-то концепции очень быстро что тут что я произнесу это и это сделаю но за за минуту вот но реально погрузиться и понять глубину этого вы не сможете вот давайте попробуем да вот я попробую сейчас я даю объяснение совершенно нормально и правильное давайте так поехали первая строка это директива при процессора по подключению библиотеке ввода вывода точнее ее заголовочного файла это директива управления пространствами имен который на на все пространство данного файла делает пространство именно стады подключены прямо сюда чтобы все имена вывались вывалились прямо сюда из этого пространства это заголовок функции main главной функции которая получает управление при старте программы называется еще . входа . входа в исполняемом файле до которого там модульный состоит из нескольких файлов она только одна навсегда соответственно это тело функции в теле функции собственно две инструкции 1 инструкция состоит в том что мы как эти инструкции завершается . из запятой до инструкция состоит в том что я обращаюсь к некоторому объекту ся вот этот объект вывода стандартного вывода из пространства библиотеки стады вот это это перегруженный оператор битового воздвига влево вот который перегружен как вывод в поток это собственно тот объект который отправляю в поток этот объект по сути является строкой вот и строка состоит по понятное дело из символов данном случае простые символы латинице и вот это это спец экранированный символ перевода строки таких экранированных символов на самом деле довольно много вот начиная собственно с перевода строки не улайн на касая т это табулейшин ну или просто тем на табуляция сдвиг в сколько-то условно пробелов да но он реально один символ есть еще там вплоть до того что по моему б это был колокольчик вот но он не всегда реально распечатывается то есть если распечатать по идее ваша консоль должна звякнуть колоколон очка как вот но не факт был вот а из тех которые реально бывают еще часто нужно это косая косая черта это экранирование самой косой черты чтобы она попала в строку потому что иначе она является спецсимволом для экранизации других вот но это так совсем кратенько ну это некие детали для того чтобы туда впихнуть невидимый символ перевода строки а вот это тоже интересный момент который содержит себе еще и историю я уже вышел за границу и минуту который обещал тем не менее что такое return это возврат значения из функции main а почему 0 а куда 0 а что такое int int от слова integer целое число между прочим для последующего разговора это важно потому что это является основным типом этот тип возвращаемого значения и возвращается целое число 0 соответственно а соответственно возвращается 0 куда если это главная функция вот точка входа программы то когда программа завершается то куда возвращается ноль хороший вопрос ответ он возвращается вызывавший программе программа на самом-то деле откуда-то запускалась например из командной строки и и позвали до этот файл запустили и у в нем есть некий в результат вычислений 0 означает код ошибки код ошибки 0 означает ошибка номер 0 да окей все окей ошибки нету понятно вот и вся логика ну вот но еще раз это все может вызвать ощущение конечно же может вызвать ощущение такое что я вас это самое позвал искупаться да а сразу показываю что вода находится не там на 10 метров вниз до еще и глубина да и приходится прыгнуть закрытыми глазами ну вам надо просто успокоиться и сказать ребята вот это все да вот это все это некая магия вот это все вы вы будете сейчас повторять что называется до включая вот это вот до повторять практически не глядя как некий шаблон программы вставляем в серединку нечто центрально что мы собираемся собственно писать но вообще глобально программа все плюс плюс состоит из функций из функций то есть кроме функции мэйн можно делать и другие функции мы про это тоже будем в принципе скоро разговаривать вот но сейчас мне хотелось бы поговорить про именно вот этот си аут давайте возьмем пример этой программки да и поработаем собственно в кодблокс поработаем в кодблокс с с нею и так давайте сделаем файл значит я на делу не пустой файл а я ему говорю давай я хочу сделать си си плюс плюс сорс сырец си плюс плюс вот соответственно он мне запускать такой маленький от самый да говорит сделайте выбор это я говорю конечно же си плюс плюс вот указываем путь значит сейчас я буду делать один такой файл да я заготовил репозиторий сейчас одну секундочку дайте мне его на кладем быть склонировать как бы это попроще сделать так все сейчас здесь появится мой репозиторий да а это хороший вопрос нет нет но на не обязательно но желательно все плюс плюс можно игнорировать все правила и писать вообще без отступов но точки запятыми необходимо расставлять потому что он не разделяет по пробелам так кто-то у нас ожидает там сейчас одну секундочку кирилл кирилл заходит так буквально секундочку еще сейчас я надо ссылочку на репозиторий втиснуть и после этого я буду доволен так много раз скопировал ок так и теперь где еще мой текстовичок и сам кодбокс с все и вот сейчас только что здесь появился цпп 1514 это это он он итак имя файла давайте назовем а 0 1 подчеркивание хелло цпп хелло цпп сохранить итак поехали ну он говорит там добавить либо активный проект мы потом сделаем проект это излишне вообще для нас с вами проекты не понадобятся если мы пишем алгоритмы для олимпиад то все файлы которые вы сдаете на олимпиаду для решения задачи являются одним файлом это такая особенность когда в продакшн программирование когда вы что-то делаете в реально работающего проекта он обязательно модульный там много файлов они все составляют это вот на олимпиаду это именно что спорт то есть не грузить вагоны они делать командную работу а это вот в одиночку а взять и наваять на программку которая быстро решает поставленную задачу за ограниченное время окей и так значит что я хотел сделать я хочу так вот поперх поубивать всякого лишнего закрыть вот эту штуку интерес ничего мне так широко на открыл ну ладно наплевать там есть такая штука презентейшн мода чтобы все лишнее убрать но я не хочу сейчас переключаться давайте посмотрим пока как есть control колесико если что это увеличивает уменьшает размер шрифта и так инклюда он немножко подсказывает да то есть я могу на написать начинать писать на и мне сама среда разработки немножко помогает она помогает в том числе и подсветкой когда я открываю фигурную скобку она тут же и и закрывает и вставляет курсор в середину я вначале сделаю программу консистентной в том смысле что она целостно и ее можно скомпилировать вот эта кнопочка билду да это раз и второе ее можно запустить так я чего-то не вижу результатов билд блога build messages ну-ка еще раз можете плохо нажал в чем дело control с давай дорогой билд чем дело я крайне недоволен так вас не слышно очень плохо я сейчас ее добавил дело в том что даже вот эту программку которую сейчас мы видим да она является не самый простой то есть в ней уже содержится подключение библиотеки вот это дополнительно подключение пространство имен прям на это место и потом уже вывод а сейчас просто запускаю программу чтобы она в принципе могла быть запущена как как бы я говорю консистентная то есть она она уже может быть может быть собрана превращена в бинарный программный код в машинный код на самом деле программа теоретически может вообще не содержать никаких инклюдов а вот функция main обязательно быть должна то есть вот уж от этого избавиться конечно не получится правда есть старые диалекты языка в которых можно отказаться и от этого и даже от вот этого можно вот взять вот вот так вот да теоретически в старых диалектах языка но все-таки так не принято делать вот для вот это час одну секундочку я почему-то не понимаю почему мне не собирается если он не будет собираться будет очень плохо давайте посмотрим внимательно чем не с компилятора что я вижу с начать сейчас включу чтобы вы видели тоже вместе со мной а я сейчас в лес вот сюда вот settings компайлер значит и хочу посмотреть что мне в принципе с опциями компилятора компайлер settings вот так что он меня выбирает гнусе gc компайлер вообще тут увидите как много вариантов всяких компиляторов да и по идее он должен был поскольку я ставил его сразу с мин гв компилятором по идее он должен был просто условить его да я попробую сейчас бросить все на дефолт говорю да действительно давай auto-detect installation ну и давай ну-ка ну по идее он да вы знаете я я думаю что имеет смысл кодблокс имеет смысл поставить и имеет ли смысл пытаться задолбить программный код параллельно одновременно вместе со мной я думаю что нет потому что я печатаю быстро вы так быстро печатать не сможете поэтому возможно стоит пока мы обсуждаем да я говорю сейчас более лекционный режим хотя вопросы задавать можно и нужно вот но а тем не менее да я скорее буду рассказывать поэтому смотрите а кроме того второй момент программный код который я пишу он будет вам доступен это просто вот 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 так вот сделать в современном мире да и для этого используются репозитории ну и у меня есть еще один вариант как это сделать но пока давайте вот привычным мне способом да я пока пишу пока просто смотрите потом я покажу где вы просто такую скупе пастить программный код сможете для того чтобы запустить его самостоятельно хорошо смотрите вот кнопочка вот кнопочка она сейчас секундочку я не знаю как то как чуть чуть не мешает сам этот зум ладно короче еще раз смотрите вот кнопка эта кнопка создание новых вам не нужен новый проект услышьте меня проект эта штука вообще-то хорошие важные нужны для создания программного кода как это называется программного продукта программный продукт состоит из компонент в нем есть основной файл библиотека такая библиотека сякая какие-то там модули под модули какие-то в этих модулях класс слушайте это все нам не надо мы будем работать в однофайловом режиме именно поэтому вот код блоксом режим поддерживает в нем не обязательно создавать проект да он поддерживает работу с проектами это логичный правильный нормальный слава богу но и нам это не надо не открывайте проект не надо говорить new project потому что вы потом задолбаетесь он для этого проекта сделает там систему сборки понимаете система сборки это опять же это сейчас лишние наворота для нас поэтому не надо новый project либо new empty файл и просто сохранять файл нужно с расширением . cpp либо так и сказать new файл и все ни в какой проект его добавлять не надо да давайте еще один новый файл но все равно нам понадобится сейчас да еще раз new файл я сделаю да выбираем вот здесь вот files cpp cpp вот этот вот source до сырец все да ну это там можно вообще поставить галочку чтобы он больше сюда не показывал говорим ему да cpp показать ему где я собираюсь этот файл создавать давайте назову его 0 2 да а in out ну цель целью назову а лучше стады и назову его вот и вот здесь ни в коем случае не надо никакого активного проекта нет все финиш тупо все создал файл и если у нас нет открытого проекта то тогда вот эта кнопка а я сейчас я не знаю почему там чё там у меня была проблема может и и не было я тем не менее я зашел сюда сбросил настройки компилятор вот здесь вот reset default он мне правда предупредил что сейчас тебе будет каранты за это дело сбросится все если я если я какие-то настройки доставил то они сбросят дефолтом но это них не ставил а вот теперь я хочу поставить кстати говоря дело в том что c++ как я рассказал язык развивающийся и можно заметить что здесь есть всякие опции говорит а надо ли следовать стандарту там не знаю из оси плюс плюс 2011 года это было очень прорывно то есть был такой за десятилетний застой когда язык практически развивался но он не был стандартизирован в одиннадцатом году начали стандартизировать его так раз четыре три года два 17 еще и в двадцатом в конце года он еще не принят окончательно если я не ошибаюсь декабре будет принять этого стандарта вот но как минимум я и могу отметить себе галочку этих дорогой ну я все-таки уже не в древние времена я хочу чтобы современному стандарту хотя в семнадцатого года мой язык соответствовал вот это единственная опция которую я я уже сюда второй раз влезают да вот чтобы увидели но еще раз в данный момент ничего сверхсовременного здесь вообще не написано и так смотрите вот это первая программа которая запускает даже не hello world так вот я ее имею возможность во первых скомпилировать и у меня здесь билд месседжес вот здесь вот видите такой логи всякие всякие какие-то эти так вот здесь есть такой флажочек билд месседжес и в этих билд месседжес написано build файл на ноутаркет ноу project это то что нужным то я как говорю нам не нужен проект нам достаточно вот именно что вот один файлик и что он говорит да нет ошибок ноль ошибок ноль предупреждений на и за одну секунду он с этим делом справился а как же мне посмотреть что теперь произошло что что этот файл делает на самом деле у меня сейчас я могу запустить этот файл если я его открою через командную строку возможно вы знаете что и в windows и в linux есть командная строка вот такая штучка соответственно она у меня вот я в документы перейду на и у меня здесь есть где там этот cpp 1514 и здесь есть файлик хелло цпп но рядом с ним только что появился файлик 0 1 хелло икзе и это товарищи ой и вот это вот товарищи и есть собственно файлик который появился ну правда он тут жалуется говорит что-то не могу запустить вполне вероятно что его ну не знаю если честно в чем проблема потому что вот вот так вот он запускается то есть ну наверное там есть какие-то опции запуска связанные с не я сейчас нет он не может найти какой-то там из библиотек мин гв сейчас не суть важна и вот как видим что процесс вернул 0 это тот самый 0 который мы вот здесь вот вернули то есть если вопрос а что вернула программа да то мы можем это дело и естественно поскольку перезапире компиляции и запуск это две вещи которые часто делаются собственно на один следом за другим то в кодблоксе есть такая кнопочка такая вот одновременно build and run поэтому когда что-то новенькое ты наклепал в своей проекте build and run и тебе что-то новенькое произошло она перекомпилировала и его собрала и так давайте вернем сюда return 0 потому что return 0 это нормальная ситуация на нулевая ошибка не 0 значит это сигнал то что есть какая-то ошибка а а теперь собственно давайте этот самый добавим да если не будет ся вот hello world итак давайте опять же build and run посмотрим что произойдет опа у меня высвечивается ошибка ошибки нужно любить нужно благодарить компилятор за то что он проверяет вчитывается в наш программный код и выдает нам ошибки и вот здесь написано error я не буду увеличивать шрифт потому что мне так как бы чтобы много для вас и самая содержательная конечно здесь но тут написано что сяут возник деклер я могу сказать ты что дорогой подожди но я же подключил input output stream я подключил библиотеку ввода вывода как же так а дело в том что подключил библиотеку я получил все что в ней есть но в то что в ней есть лежит вот в этой под папочки дело в том что имена для удобства раскладываются по пространствам имен но в отличие от windows в котором файлы кладутся как то так c двоеточие косая юзера стом текириана да вот а вот в ну а для чего мы раскладываем файлы по папкам да просто потому что их очень много потому что есть файл 1 . txt да а может быть и это я просто сейчас это не на языке си плюс плюс а так и замечание делал некий комментарий да а может быть файлик например просто юзер с 1 текст согласны одинаково названные файлы могут валяться в разных папках и то же самое возникает в языке программирования так вот в си плюс плюс для того чтобы разделять пространство имен и их подпространство есть вот 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 такой значок два двоеточие понятно соответственно я шучу сейчас да потому что нет пространство имен c users да но их можно в принципе при желании можно создать такое пространство имен к сожалению это довольно сложная концепция которая просто она сразу приходится и еще раз говорю да просто пользоваться потому что си аут лежит в пространстве имена стаде а еще в нем лежит и другие вещи много разных вещей поэтому чтобы каждый раз не писать стд два двоеточие да в папке такой-то в эту папку проще просто перейти на под папку имен давайте там в это пространство имен просто перейти все и для этого и делается вот эта операция до юзинг namespace стд вот в продакшн программном коде за вот это дело вас должны бить палкой ругать и говорить ах пришел опять чертов олимпиадник и пишет юзинг namespace стд ну потому что это все равно что как свалить все файлы в одну папку это просто не грамотно не культурно и трэш на вот ну поэтому вот люди так обычно не делают на создатель языка си плюс плюс берн стролструб в частности ругается по этому поводу но и еще раз в продакшн за это вас будут бить в кавычках да поэтому лучше и уж если вы пишете юзинг namespace я имею ввиду опять же в продакшн программном коде они в олимпиадном в олимпиадном это абсолютная норма все и дальше пользуемся всем содержимым стд ок значит я произнес откуда ставить да и как запустить и вот мы можем теперь перекомпилить и запустить после юзинг namespace у меня соберется и ошибка пропадет можно увидеть что но она у меня на другой экран бросается вот что у меня здесь в этой консоли появился hello world собственно c плюс плюс изначально был предназначен для работы с консолью вот такой текстовая штучка в которой есть вот вывод да и надо сказать что любой любая программа любой вычислительный процесс который запускается в вашей операционной системе на самом деле всегда получает несколько потоков один из них это поток ввода второй поток вывода и третий есть еще поток ошибок по традиции программистской эти потоки нумеруются от нуля то есть вот ваш файл май егзе ну правда тут есть такая тонкость что до тех пор пока он является файлом он мертв он тупая информация валяющаяся на жестком диске мертвая ее можно стереть еще что то а вот если его запустить на исполнение то он становится вычислительным процессом а значит ему выдаются ресурсы на дорогой тебе оперативную память на дорогой тебе а что еще а вот собственно вот ему и дается поток ввода поток ввода который называется стдин и у него нулевой дескриптор дескриптор значит описатель забейте ну просто и знай запомните это услышите один раз потом может понадобиться когда-нибудь нулевой дескриптор это нулевой поток на из этого потока можно только считывать обычно это подразумевает что это клавиатура мышки нет забыли мышки не существует вот это старый консольная работа и любая программа любой вычислительный процесс уж этот точно получает не все вычислительные процессы они захватывают мышку и там получают события какие-то не у всех есть окошки на которые можно кликать есть вычислительные процессы которые работают тихонечко втихаря где-то там на задворках да как в магазине есть люди которые когда магазин закрывается только тогда они выходят на работу и начинают товары на полке расставлять условно да или уборщица которая подметает когда вы не видите вот ну в этом смысле что есть много у операционных систем вообще вычислительных систем много-много-много разных вычислительных процессов но у каждого из них есть какой-то свой поток ввода в тот по крайней мере в тот момент когда он рождается поток вывода std out у него слушайте я не буду писать дескриптор дайте просто напишу 0 здесь напишу 1 а есть еще один поток вывода для SOS да кнопка SOS называется std error стандартных поток стандартных ошибок у него дескриптор номер 2 на самом деле вычислительный процесс может взаимодействовать с операционной системой но это примерно напоминает как взаимодействие с государством операционная система она полновластный хозяин всех ресурсов на компьютере всех процессоров ядер всей памяти всего жесткого диска сетевых соединений она все может или дать или не дать запретить тирания полная вот но фишка в том что процесс он с ней взаимодействует и там все-таки достаточно мирно он говорит обычно дай и она обычно дает можно открывать файлы и открытие файла это тоже открытие потока причем иногда потоки ну там понятно будет какой-то другой дискрипт 3 4 5 это сейчас даже не важно да но вообще файл да уже будет являться потоком в который можно обычно и записывать и считывать иногда можем открыть файл и сказать не я в этот файл только записывать из этого файла только считывать вот это на самом деле настолько не сложно что в c++ показать после того как вы освоите вот ввод с клавиатуры вывод на экран работа с файлами не принципиально сложнее она такая же по сложности вот ну вот вот знаете что есть еще и и вывод но в c++ все завернуто в объекты так удобно то есть вы взаимодействует с очень высокоуровневой умной штуковиной которая называется объект и вот есть объект который называется c а под c out объект который окучивает вот этот вот поток называется си ор объект, который окучивает вот этот CRR. В олимпиадных задачках этот поток вам, скорее всего, не понадобится. То есть, ваше взаимодействие прочитал с клавиатуры, условно, выплюнул на экран. Никакого графического интерфейса для, опять же, олимпиад не требуется. Поэтому, хотя можно было бы много говорить классного про, там, не знаю, Qt, который написан на C++, Qt его еще называют иногда, да, про какой-нибудь там среду Unity, которая там написана с GTK+, которая написана на чистом C. Все прекрасно, но вам не понадобится графика, графический интерфейс, и даже взаимодействие с файлами может вам и не понадобиться. Понятно? Но вот уметь считывать и выводить из CIN и выводить в COUT, оно должно у вас быть. Ну, и, собственно, это одна из вещей, которую мы сейчас делаем. Вот, давайте двигаться дальше. Значит, я хочу показать, как это дело работает, но сразу сейчас возникнет проблема. Вот я хочу что-то куда-то считать, да, но это что-то надо куда-то запомнить. Я же не могу не положить то, что я возьму с клавиатуры, не положить в никуда. Поэтому, как только я начну этот вот, я сейчас Ctrl-C, Ctrl-V сделаю, да, я вот это дело сейчас скопирую, положу, положу вот сюда. Это чуть поменьше. Так, значит, такой момент, смотрите. Я могу сейчас дать вам ссылку, в которой будут все наши файлы появляться, но не мгновенно, а только в тот момент, когда я буду их туда отправлять. Вот, сейчас, секундочку. Я сейчас проверю, как это дело выглядит. Ага, вот так вот. Да. Вот вы объяснили то, что первый есть нулевой, первый, второй, третий потоки в файле. Да. Вот, вы слышите return 0, это как раз потоком или это Сейчас. Я файлы заливаю, чтобы они были. Я не успел увидеть, кто задавал вопрос. Слушай, А? Иван. Иван. Иван, смотри. Вот то, что ты видишь вот здесь вот, это синтаксис языка программирования. Вопрос в том, а что реально при этом происходит. С точки зрения, это знаешь, как можно говорить в русском языке, когда ты видишь предложение, в котором написано, да, пойди поспать. Да. И вот, поспать, это инфинитив. Я могу обсуждать инфинитив, поспать, слово поспать, с точки зрения его части речи, да. Вот я могу сказать, что вот эта штуковина, как часть речи, да, как синтаксис, чистый, да, тупо, без обсуждения, его смысла. Это оператор битового сдвига. Давайте про битовый сдвиг чуть-чуть позже обсудим. Чуть-чуть, малость, да, но он здесь, этот оператор битового сдвига, перегружен, то есть его смысл еще изменен. Вот. Таким образом, что это, по сути, является отправкой в поток, который соответствует этому объекту. То есть, говорю, объект, проглоти вот это. А он, проглатывая вот это, реально делает, что, как это говорю, пойди поспать, да, и вот он берет и это дело отправляет на, в реальный поток, который есть у операционной системы. Понятно? Ну, и который заводится моему вычислительному процессу, и он соответствует вот на этом черном окошке, да, вот это место, куда, собственно, я и могу печатать. Ни в какое другое место. Сейчас операционная система мне не позволяет печатать, потому что она выдала моему вычислительному процессу именно это окошко. Понятно. Просто я очень много спрашиваю, если бы это не было на один, то выполнение программы не особо изменилось тогда. Да, 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 ну, послушай, если бы мы работали сейчас под линуксом, а мне, понимаешь, в чем дело? Время. Я сейчас слежу за таймингом нашего занятия, чтобы мы не ушли в... Сейчас. Да, ну, просто под линуксом я бы мог побольше объяснить. Дело в том, что в линуксе командная строка продолжает активно жить и существовать, и люди под ней живут и работают. Когда программа возвращает не ноль, то это сигнал для других командных интерфейсов, что эта программа завершилась неудачно. вот я сегодня буквально писал вот такую ситуацию в командной строке, когда я пишу одну команду, я сейчас вот тут напишу какую-то, не так важно какую команду, я запишу команду май, а потом я говорю, а вторую команду надо выполнить только в том случае, если первая выполнилась успешно. я говорю вот так вот, амперсент, амперсент, и потом я не знаю там, ну условно к зип какой-нибудь. Соответственно, ну чего-то там с параметрами, ну не важно, но смысл в том, что вот эта программа является исполняемым файлом, действием, которое выполняется, но оно может завершиться неуспешно, если оно завершится неуспешно, то вторая команда просто не будет выполняться. В линуксе это дело, оно просто и у системных администраторов, которые пользуются соответственно всякими там FreeBSD, гнули линукс и подобными системами это дело в ходу. На самом деле у продвинутых сисадминов Windows тоже вот эти консольные команды, они ими пользуются, есть Windows PowerShell. Так, друзья, я действительно там пропустил кусочек в этом, в Телеграме, я прошу прощения, да, лучше может звуком все-таки спрашивать, потому что я это дело по крайней мере точно не пропущу. Давайте двинемся дальше. Значит, мне нужно считать, считать куда-то, да, то есть, вот я сейчас хочу не только считывать, но и выводить. Да, вопрос не столько выводить, но и считывать. Вот я скопировал себе содержимое, да, во второй файлик, 02.std.in. Значит, я должен, естественно, считывать, для этого поток называется seen, как я уже говорил, да, а оператор ввода из потока выглядит вот так вот. Но вопрос куда? Я тут, конечно, могу написать что-нибудь, там, name какой-нибудь написать, да, вот, но, а что этот name вообще может значить, да, hello, только не world, давайте, а напишем вот сюда, а я сюда запихну вот так, обратите внимание, я в этот поток вот так вот, как это, трамвайным равенством я туда пихаю, еще пихаю и еще пихаю. Да, это такое, вот, многоэтажное запихивание. Так можно делать. Можно, в принципе, было бы запихивать в поток вывода по отдельности каждый кусочек, да, но вопрос в том, что, ну, сделали более удобным и не обязательно каждый кусочек отправлять отдельно, поэтому я верну обратно, да, я сейчас сделаю, hello, запятая name, восклицательный знак и перевод строки. Но ошибка будет сейчас в том, что он скажет, а я вообще знать не знаю, кто такой name. Чтобы что-то куда-то считать, нужно создать ячейку. Так вот, в C++, в отличие от питона, да, нельзя вот так вот взять и присвоить, нельзя создавать переменную, ничего про нее не сказав. И в данном случае мне нужно сказать ему, дорогой, это строковая переменная, это стринг. Для того, чтобы воспользоваться стрингом, у меня тоже ничего не получится, потому что он скажет, знаете, вообще-то, такого типа нету. Я удивлен, почему он его проглотил. По идее, он мог его сейчас мне забить и сказать до свидания. Но он, видимо, из-за того, что я EOS Stream пользовался, он стринг мне сразу посчитал доступным. Но по идее, надо делать еще include string. По крайней мере, раньше, в старых стандартах это было обязательно. Итак, я скажу, John, хотя на самом деле большой вопрос, а почему это я ввожу John? Это я должен догадаться? Уж если программа с интерфейсом, который должен со мной провзаимодействовать, то, наверное, он должен вначале сказать мне, да, seout, enter your name. Двоеточие, пробел, пустота, да, name он не печатает и, собственно, ничего не печатает, потому что я вывожу на экран и жду ввода. Да, вот теперь у меня получится некоторое минимальное взаимодействие, вот, в котором он скажет, введите свое имя, я скажу ему, John, он мне скажет, hello, John. Окей? Вот таким образом, вот принципиальный вот вывод, да, мы организовали. Как видите, это не так примитивно, как на питоне, да, то есть, ну, чуть-чуть нужно больше пописать, да, и строгая типизация, то есть, строгая типизация означает, что вот эта переменная не может стать целым числом. То есть, если я создал ее как как имя, я не могу взять и присвоить, простите, туда, присвоить туда число. Вот эта строка, это ошибка. Эй, ты негодяй. Интересно, как он присваивает? Может, спасибо. Да, правда, может, он в современном стандарте это дело понимает, в смысле того, что, дайте я сейчас попробую его проверить. Да, спрашивай пока. Если я поставлю вот здесь перевод строки, то он будет, да, он переведет строчку, и то, что я буду печатать с клавиатуры, очевидно, оно попадет на следующую строчку. Но дело в том, что, Иван, ты, да? Да, я. Очень рад, что ты в интерактиве находишься и задаешь вопросы. Но дело в том, что то, что ты спрашиваешь, это не принципиальный вопрос, который сложно выяснить. Понимаешь? Это то, что ты легким экспериментом узнаешь сам. Постарайся в следующий раз подумать, ну, как сказать, задавать вопрос, тот, который более принципиальный. Все-таки это такая вещь, можешь поэкспериментировать и увидеть. Вот, давайте двинемся вперед. А можно вопрос? Конечно, можно. Если мы ввели string name с данными, мы можем потом применять на integer, или оно не всегда остается? Вот, не можем. Не можем. То есть, вот это одна из фишек, что переменные, они остаются своего типа. смотрите, здесь есть важное отличие от питона, причем оно для переменных, причем оно очень-очень принципиальное. И это как раз к нашему следующему разговору о присваивании. Дело в том, что, что такое переменные. Если в питоне переменных вообще говоря не существует, в питоне есть объекты и имена. Каждое имя является ссылкой на объект. То в C++ настоящие тру переменные. Переменная это, по сути, ячейка. Понимаете? Это ячейка памяти оперативного запоминающего устройства. Ну, в некотором, может, при упрощении, но я сейчас не буду уходить в детали. То есть, грубо говоря, это коробочка, футляр. И в этот футляр вы можете класть только вполне определенный допустимый тип. Ну, как не знаю, футляр для скрипки. И вы в этот футляр для скрипки пытаетесь саксофон впихнуть. И для того, чтобы туда что-то присвоить, оно обязательно должно стать значением этого типа. Понятно? Поэтому, если происходит х равно у присваивания, в C++ надо обязательно закрывать точкой с запятой, чтобы операция, чтобы выражение было закончено. То, если тип х и тип у не совпадает, то в этот момент компилятор сделает так. Он будет чесать репу и скажет, а какого типа у? А у условный шарик. И он скажет, так, а умею ли я, есть ли у меня правило по преобразованию этого шарика в кубик, который я смогу запихнуть в эту ячейку типа Х? И если он этого не умеет, то тогда он просто выдаст ошибку. Он сможет невозможно привести, в смысле вести, да, вести, его невозможно привести, поэтому называется приведение типа. Не привидеться, а привести, вести. Вот невозможно привести тип этого объекта к тому, чтобы сохранить его в ячейке Х. Понятно? А если он может, то это может произойти, что называется, это, обрубили все лишнее, да, и вот у меня такой вот обрубок этого шарика, да, вот такой вот, и он туда. Понятно? Но это соответствует архитектуре реально происходящих процессов в вычислительной системе, когда значение нужно положить в какую-то ячейку, ну, и оно не влазит, а что делать? Есть языки, в которых вот это приведение типа не делается, если типа. Можно сделать явным образом, то есть попытаться сказать, у меня Х является целым числом, а этот является каким-то дробным числом, и я хочу его насильно туда впихнуть, я говорю это явным образом, да, это будет выглядеть, кстати, очень похоже на то, как это происходит в питоне, да, но в C++, если так не написано, то оно будет происходить автоматически, если у компилятора хватит на это возможности, то есть если он в принципе это умеет сделать, то он это сделает. Ладно, давайте вперед. Итак, я сказал вам, я сказал, но еще не сказал подробности про объявления переменных, и немножко подробнее про операторы присваивания, их довольно много, их довольно много, значит, объявления переменной всегда должны быть объявляться, переменная ячейка АЗУ обязательно некоторого типа, да, и этот тип подразумевает следующее, что она, во-первых, имеет конкретный размер в байтах, да, то есть конкретный фиксированный размер в байтах, да, вот, и второе, это допустимая операция, вот, и ячейка не может менять свой тип, уж если она такова, то она такова и есть, вот, ладно, значит, поехали вперед, по поводу присваивания, я уже сказал, но еще не показал эту логику, вот смотрите, у меня в иксе была двойка, в игрек была тройка, вот в C++ это именно что есть ячейка, в которой реально записана двойка, игрек, в которой записана тройка, если я копирую, то это означает, как я беру с флешки и записываю сюда, и она реально сотрется, то есть там не проблема не в том, что сборщик мусора что-то сожрет, а просто оно реально копируется, то есть присваивание в C++ это копирование данных из одной ячейки в другую. Бывает такая штука, как временное значение, временный объект, который не имеет имени, не имеет постоянной ячейки, и он как это, как это держит его в руках, но пока ты его не положишь ни в какую перемену, он конечно не сохранится, автоматически он почистится, хотя это не сборщик мусора, просто он автоматически почистится, потому что он в принципе не сохранен на объект, понятна логика? Теперь давайте про операторы присваивания, какие они есть? Ну естественно есть вот этот оператор, X равно Y, что это подразумевает? Что у вас вычисляется некое выражение справа, оно может содержать в том числе имя X, в этом случае у нас в начале вот это все вычисляется, получившееся значение проверяется соответствует типу на присваивание сюда, если возможно сделать переведение он приводится, оно в любом случае копируется по адресу X, вот это значение, да, вот, но, если я, например, делаю какую-то примитивную операцию, типа X плюс 2, то нет большого смысла делать ее вот так, я могу сделать ее при помощи вот так вот, X плюс равно 2, впрочем, если вы в питоне уже работали, то наверное вы знакомы вот с этими версиями, вот с такой версией оператора присваивания, но это очень красиво, да, увеличить на, да, увеличить на, и он увеличивается, ладно, поехали дальше, значит, мы с вами сейчас должны поговорить немножко про целочисленные типы, о том, что типы переменных строго зафиксированные, и типы значений строго, вот уж если оно какое-то есть, то оно такое и есть, да, и про это мы в принципе поговорили, теперь давайте про типы целых чисел в C++, типы целых чисел, значит, здесь есть целая песня, она связана в том числе с историей и давней, давними предками с C++, дело в том, что язык C является архитектурно ориентированным, то есть он предполагает, предполагается, что он будет удобен для программирования любого компьютера, микрокомпьютера, супермикрокомпьютера, то есть какую-нибудь вот такую вот фигню, это не Raspberry Pi, да, а я это самое, это у меня Arduino Compatible, там ESP8266, да, вот микроконтроллер, на самом деле микроконтроллер прячется вот здесь всего лишь под Wi-Fi модулем, все остальное это обвязка, да, и вот сюда можно заливать программы на C++, вот, работает от батарейки, да, может коннектироваться по Wi-Fi, вот, и это дело можно запрограммировать, и вот оно должно работать на вот этом, на еще более простых, бывают микроконтроллеры, которые содержат 8 ножек, и он может быть запрограммирован на языке C, ну, и на C++ тоже частенько, но вот, это очень прикольно, и фишка в том, что он должен, должно быть удобно на нем программировать, а эти микроконтроллеры бывают вообще 8-битные, то есть у них регистр процессора не 64-бита, не 32-бит, и даже не 16-бит, а 8-бит, реально байт, и это нормально, вот, и поэтому вопрос, сколько байт содержится в типе int, да, то есть сколько здесь байт, а это не праздный вопрос, дело в том, что переменные представляют из себя вот двоичную память, по сути, да, один байт представляет из себя вот такое вот микрохранилище, микрофлешечку, да, на 8-бит, у которых состояние получается от 8-ми нулей, да, до возможного состояния 8-ми единиц, да, получается, что в одном байте всего лишь 256 различных состояний, ну и соответственно вопрос, мы работаем не в бесконечных числах, не в бесконечном пространстве целых чисел, да, когда у нас пространство z, тебе и налево бесконечности направо, нет, мы работаем в каком-то очень ограниченном пространстве, про это я еще буду разговаривать поподробнее, про вот это пространство, в котором мы реально работаем, да, но смысл в том, что размер вот этой коробочки закодировать мы можем очень мало чисел, в одном байте 1 байт соответственно 256 различных состояний, ну в нашем случае целых чисел, да, и вот этот вопрос еще раз говорю, он реально непраздный, так вот принципиально в разных компиляторах разный размер типа int, в нем разное количество бит, ну и байт соответственно, да, может быть 16, может быть 8, а может 32, ну я не видел ни разу, чтобы было 64 у стандартного int, но сейчас у int чаще всего 32 бита у десктопных компьютеров, вот, но реально это вопрос еще раз говорю, не такой примитивный, да, поэтому вопрос, можно ли и нужно ли пользоваться типом int, если мы мало про него знаем, может оказаться, что мы на своем компьютере запускаем у нас размер интеджера один, и наша программа работает, а запускаем на другом компьютере, на проверяющей системе какой-нибудь, он там не работает, там размер интеджера другой, вот, теоретически такое может возникнуть, и на практике возникает, ну не с проверяющими системами, скорее, а с меркоконтроллерами, вот, поэтому, что надо сделать, а, если вы пишете код, в котором вам очень важно знать, когда наступит переполнение, то есть, смотри, вот фишка в том, что, вот еще раз, да, в пространстве вот там вот, да, вот возникнет такой момент, когда вы вот реально просто вышагнете, плюс один, плюс один, плюс один, и в какой-то момент вы, опа, да, и вопрос, что произойдет, это называется overflow, переполнение, да, вопрос, что при этом произойдет, ну, ничего сверххорошего не произойдет, с другой стороны, ничего сверхплохого не произойдет, но, вы точно не сможете перепрыгнуть следующее число, потому что его просто нет в этом пространстве, в этом, оно закольцовано, понятно, поэтому еще раз говорю, это очень важно знать пределы вашего допустимого, допустимых значений этого типа, питон это очень хорошо скрывает, в питоне целые числа, они бесконечной точностью обладают, ну, сколько хватит оперативной памяти, столько цифр он хранит, поэтому вы с этим как-то не сталкивались, наверное, не задумывались об этом, ну, вот, а так это на самом деле важный вопрос, вот, поэтому, по возможности от этого типа надо избавляться, нет, я реально его все равно буду пользоваться, где-то, да, там где-то не принципиально, но как только вам принципиально, переходите от него к следующим типам, int, подчеркивание, 8t, это ровно 8 бит, 8-битное, целое число со знаком, то есть здесь кодируются и отрицательные, и положительные числа, диапазон от минус 128 до плюс 127, почему не симметрично, потому что ноль условно положительный, ну, надо же как-то и ноль закодировать, вот, дальше, есть вот такой тип, беззнаковая целая, 8-битная, у int 8t, его диапазон строго от нуля до 255, ну, естественно, что не 256, потому что ноль, это, собственно, 256-е число из всех 2 в степени 8 комбинаций этих 8 бит, да, ну, и, естественно, есть все остальные, да, int 16t, у int 16t, 32, 64, ну, 128, тут уже сильно все зависит от компилятора, потому что процессоры, современные процессоры, они поддерживают еще 64 бита, то есть, если в вашей программе требуется число вот такое, то еще можно этим воспользоваться, да, а вот 128, ну, и вопрос, да, потому что в процессоре столько бит в регистрах, и операции с вот такими числами, если я вот так вот, такой тип буду использовать, это допустимая ситуация, а вот если я захочу использовать 128 бит, то процессор не сможет это выполнить, придется делать танцы с бубнами, компилятору, а может процессору еще, то есть, это будет длительная многоэтажная операция, ну, и еще раз, компилятор, поскольку он архитектурно ориентированный, он не не заточен может оказаться, но вообще существует и 128 битный тоже, вот, соответственно, максимальный, максимально положительное целое число уинт 64т, просто за счет того, что в нем не кодируется знак, не кодируются отрицательные числа, что у нас со знаковыми и беззнаковыми, числа, которые вы пишете, на самом деле, вот просто, когда вы кладете, х равно 7, да, вопрос, ну, допустим, я хочу сказать, что х, это у меня беззнаковое, да, ну, тогда я скажу, что это уинт, давайте, допустим, 32т, уинт подчеркивание 32тх, и тем самым я его объявил, тем самым переменная создана, да, и я туда закладываю значение, но, сама вот эта константа, которую я написал, она знаковая, она знаковая, соответственно, может возникнуть такая ситуация, а и проще ее увидеть на маленьком масштабе, если я скажу 8тх, да, если я сюда захочу положить число, типа, например, 255, то может оказаться, ну, скорее всего, из-за некоторых тонкостей этого не окажется, но может оказаться, что то, что потом окажется в переменной x, если я распечатаю это на экран, правда, опять же, распечатать на экран вот этот тип довольно сложно по некоторым причинам, которые сейчас я не хочу обсуждать, но вот, именно конкретно вот этот тип, если 16, было бы легче, вот, может оказаться, что там не 255 вообще, хотя, скорее всего, все будет нормально, вот, но, вот тут будут происходить некие тонкости, есть константы беззнаковые, для этого в них добавляется буковка, если вы работали в питоне со строками, то вы, наверное, знаете, да и с числами тоже, может быть, вы знаете, что в питоне, там, в числах, можно вставлять подчеркивание, 1, 2, подчеркивание, 3, 4, это то же самое, что 1234, ну, или, не знаю, может быть, вот так вот, 1, подчеркивание, 2, 3, 4, подчеркивание, в современном питоне игнорируется, вот, а еще, там были такие числа, как, например, 0, как там, 0, x, f, f, это в 16-ти речной системе счисления в питоне, кстати, в C++ тоже допустимо писать, эти самые, константы в 16-ти речной системе счисления, только двоичные нельзя, и в 8-ти речной тоже можно, 0, o, да, только там ff нельзя, там можно только до 7-ти циферки, ну, короче, смысл в том, что мы можем, мы можем пользоваться некоторыми тонкостями, вот этих, самих, как частей речи, да, мы можем числа записывать чуть-чуть иначе, и вот буковка u после циферок означает, что это число беззнаковое, и тем самым мы можем, вот, в точности указать, вот это беззнаковое целое, и я кладу его в беззнаковый перемен, ну, так, для порядка, кстати, интересно, что c++, когда у него стоит выбор, беззнаковый или знаковый, кого предпочитать, то он предпочитает, зараза, беззнаковый, если я складываю два числа, то результатом будет беззнаковое, это может иметь некоторые последствия, ну, вот глобально сейчас, да, я рассказал вам про то, какие существуют целочисленные типы, и как ими пользоваться, были раньше такие модификаторы, как long int, даже самое убойное, это long long int, я не рекомендую пользоваться такими способами, модификации типов, такими типами, только если вы уж с этим встретитесь в жизни, тогда берегитесь, вникайте, думайте, смотрите на опции компилятора, вы реально будете по-прежнему задавать вопрос, а long int, это сколько байт, а long long int, ну, короче, лучше этим делом не пользоваться, надо сказать еще одну неприятную вещь, есть в c++ такой тип, который называется char, это тип как будто символа, но и не символа, дело в том, что c оригинально, он не нянчился, да и не нянчится сейчас с программистами, а что такое символ в памяти компьютера, да это тупо код символа, ну, там же реально не хранится изображение в том месте, где записана буковка, там закодирована последовательность ноликов и единич, которая кодирует код символа, ну, неважно, в вине коде или где-то еще, так вот, char был в те времена, когда таблицы кодировок были однобайтными, и поэтому вот эти два типа, беззнаковая целая, восьмибитная, и char, они являются сродными, правда, еще и на самом деле char, он чаще всего знаковый, со знаком, то есть он соответствует int 8t, еще не всегда, в некоторых компиляторах там, а еще есть такой модификатор, unsigned char, слушайте, еще раз, забудьте, пользуйтесь вот этими системой типов, по возможности, а там unsigned, это уже такой бред, которым иногда приходится просто работать, но проблема в том, что char при распечатке в поток, да, или вот у int 8t, при распечатке в поток, если я его тут буду пытаться распечатать, я увижу букву, я увижу буковку, какой-то символ, который соответствует этому там номерочку, который я туда пихну, понятно, и еще, не в современной кодировке Unicode, а в какой-то кодировке вообще непонятной, вот этой кодировке черного окошка, и вообще вот это черное окошко, оно плохо работает с русскими буквами, вообще в C++ можно работать с современными кодировками, типа Unicode, там Unicode 16-битный, 8-битный, можно работать, но, опять же, в олимпиадах вы на это не рассчитываете, и там чаще всего это не нужно, то есть в олимпиадах всякая задачка, там работа с числами и со строчками, состоящими из американской стандарной кодировки, ASCII. Так, нам надо немножко поговорить про операции, на этом лекционная часть наша... А, нет, увы, еще там один момент, нет, не закончится. Короче, давайте с вами сейчас... Так, один момент я хотел показать по поводу кода, программный код, я сброшу сейчас в Telegram, где лежит программный код, но, еще раз я скажу, я его туда кладу, то есть он не сам там появляется, мне нужно нажать пару действий, чтобы он туда лег. вот я сейчас эти действия сделал, и этот программный код сейчас туда убежал, вот в этот репозиторий, cpp1514.2020. Вот, значит, давайте с вами сейчас перейдем на экран, опять же, сделаем новый файлик, файл new, эй, давай, Ctrl-Shift-N, в следующий раз буду нажимать, Ctrl-V, Ctrl-Shift-S, сохраним его, эх ты, документы, вот ты, так, 0, 3, operations, вот, соответственно, мы с вами сейчас поработаем здесь с целыми типами, и я не буду никакого дружественного приветствия писать, то есть я сейчас буду просто брать, создавать переменные, с ними работать, и давайте определимся с каким-нибудь типом, который мне больше всех нравится, мне больше всех нравятся 30-битные переменные, вот, сколько чисел туда помещается, 2 в степени 32, 2 в степени 10, это порядка 1000, 1024, 2 в 20, это порядка миллиона, 2 в 30, это порядка миллиарда, соответственно, 2 в 32, порядка 4 миллиардов, ну, из которых 2 миллиарда положительных, 2 отрицательных, то есть, для чисел от минус 2 миллиардов, до плюс 2 миллиардов, мне вот этого типа хватит, итак, вот я создал себе переменную, давайте создадим себе еще одну переменную, их можно создавать вот так вот, да, через запятую, хотя есть опять же замечания, в продакшн вам скажут, что нет, каждую переменную создавайте на отдельной строке, пока вы долбите олимпиадные задачки, там, школьные маленького размера, то можно так делать, значит, я сейчас без всяких затруднений, мне не важно, как они, какое содержание у этих перемен, это числа, поэтому я их назвал x, y, z, да, я могу там, z равно x плюс y, да, можно так делать, можно так делать, да, значит, что еще можно делать, x умножить на y, да, минус y, ну, слушайте, мне кажется, что интереснее было бы попробовать сразу чем-нибудь написать, типа там, x равно 1 плюс 2 умноженное на 3, а лучше, может быть, знаете, 2 умноженное на 3 плюс 1, ну, логично, что у меня умножение произойдет в начале, да, но если я напишу вот так вот, то все равно умножение произойдет в начале, при равенстве приоритетов операции выполняются с лево направо, ну, я вот, сейчас, я как что-нибудь, давайте сделаю вот здесь, 4 умножить на 3, разделить на 4, или давайте, разделить на 2 умножить на 5, вот так вот, да, так вот, это читаться будет, не то, что это 4 умноженное на 3 разделить на дважды 5, нет, деление и умножение одинаковые приоритеты, поэтому это будет восприниматься компилятором вот так, потом, соответственно, деление, потом вот это умножение, и только потом вот это вот сложение, понятно, то есть он разбирает выражение с учетом приоритетов, да, но при равенстве приоритетов действует слева направо, бывают такие операции, у которых движение происходит справа налево, вот, так, ладно, короче, я написал сейчас некое вычисление, да, так, сейчас, что еще вам рассказать про операции, были какие-то еще интересные операции, которые я должен был рассказать, арифметические операции, приоритеты, базовые операции, это 4 штуки, да, плюс-минус умножить разделить, это понятно, но, есть интересные еще операции, вот, есть такая операция, сейчас мы ее сделаем, например, да, давайте вот я, sin не нужен, давайте, сяут сразу, и сяут этих переменных, x равно x, я вот так вот буду делать, ну, соответственно, сейчас y посчитаем и выведем, на y посчитаем, что я хочу сейчас посчитать, я хочу показать вот такое интересное действие, 3 и 4. Вот так вот. Вот, это очень интересное действие. Поехали, запускаем, смотрим. x равно 31, y равно 0. Если вы мне скажете, если бы я сделал здесь, как в питоне, да, вот, в питоне есть оператор end, да, ну, в принципе, там есть как-то оператор и, да, если бы я сделал вот так вот, то я бы получил здесь еще одну интересную штуку, ну, другую, единица, 3 и 4 единица, что происходит вообще? Дело в том, что операция end, это операция логического и, но здесь слева не логическое значение, а целочисленное, и справа тоже целочисленное. Ответ на это вот какой, целые числа являются истинными, если только не равны нулю. Поэтому получается истина и истина. Но вот эта операция на круче, она является побитовой операцией. То есть, смотрите, какая интересная логика. У меня есть ячейка в памяти. Забудьте, что в ней 32 бита. Да, давайте рассмотрим последний байт. И в этом последнем байте содержится число 3. Число 3 в двоичной системе исчисления представляет из себя 1,1. Да, а все остальные биты этого байта равны нулю. 4,0, еще 2, ну я вот так на 2 тетрады разделю, да, 4,0, 2,0, 2 единички. Это число 3. Так оно представлено в памяти. Число 4. 0,0,0,0,0,1,0,0. Да? Соответственно, когда я делаю побитого и, то это, знаете что? Как будто я накладываю маску, говорят. А мне еще такой нравится аналогия. Я смотрю, как сквозь замочные скважины подглядываю, что там в комнате. Если замочные скважины заклеены скотчем, нолик как скотч такой, то я не вижу, что там. И вижу только нолик. Да? Соответственно, там где нолики, там 100% нолики. А там где единичка, я могу подсмотреть, что там. А там нолик. Можно по-другому сказать, что это битовое и является побитовым умножением. А поскольку 0 умножить на 0, 0 умножить на 1, это 0, 1 умножить на 0, это 0, то у меня получился чистый 0. То есть есть в итоге возможность, да, брать и работать побитого с числами, вычленяя конкретные биты. Вот эта операция называется наложение маски, да, и. Можно также выставлять нужные биты при помощи операции или. А что, я меняю вот так, вот так выглядит операция или вертикальной черточкой. Запускаем, смотрим. Семерка. Y равен семерке. В чем дело? Это не потому, что 3 плюс 4 равно 7. А потому, что у меня в соединении битов, да, получается, что все биты оттуда и все биты оттуда сомкнулись. Ну да, мне в каком-то смысле повезло, что это семерка, да, но если я чуть-чуть изменю, будет кое-что интересное. Вот, например, давайте возьмем не 3, а что-нибудь чуть посложнее. Ну, например, я добавлю сюда восьмерку, 8 плюс 3, это получается число 11. Число 11 в двоичной системе выглядит вот так, да, давайте, 11 и число 5. Число 5 будет выглядеть как 1, 0, 1, да, 11 и пятерку давайте попробуем друг с другом логическим и объединить. Что получится? Какое число получится? 11 и 5. Это эти, видите, что, 11 и 5. Я увижу сейчас, давай, дорогой, х равно 31, а у равно 1. В чем дело? Почему? Ну, не 0. В чем дело? У меня есть единичка, которая совпала, и она высветилась. Да? И она высветилась. Если я сделал 11 и 13, у 13 есть вот эта еще дополнительная штучка, да, у 11 и 13 у них совпадет вот это и вот это получится 9. Давайте я запущу 11 и 13. Давай. 9. Видите логику, да? Если же я сделаю вот такую операцию или, то он мне сделает что? Ну, на самом деле у меня здесь везде единички, поэтому у меня просто получится полностью единички все. Но есть еще одна интересная операция. Вот такая. Вот такая. Вот. Простите. Вот такая. Это операция исключающего или. Или еще сложение по модулю 2 называется. Она будет вести себя интересным образом. Она будет говорить так, если истина, истина, если 1-1, то тогда 0. Они как с другим столкнулись и взаимоуничтожились. 0 плюс 1, да, он дает нам единичку, да, логический, ну, в смысле, исключающий, да. Истина и ложь дает нам истина, истина снова 0. 0 и 0 тоже дадут нам нули, поэтому там будут нули. Видите, да? Такой вот интересный способ. Что такое исключающий? Это очень крутая штука, она много чего интересного может, но я хотел сегодня показать вам, вот кроме операций, да, вот, вот этих вот. Ну, я тут что-нибудь еще понапишу так слегка, 120, давайте, и, сейчас, ну, лучше так, или 224 и 127. Вот, я побалуюсь чуть-чуть, а вы подумайте, что это будет означать. Нет, лучше 129, чтобы было не 0. Ладно, короче, правда, здесь толка не будет большого. Ну, тогда 22 и 26. Ну, это так, я оставлю на порассуждать, посмотреть на этот код и порассуждать про него. Z мне не понадобился. Значит, а теперь смотрите следующую программу. Значит, я сейчас хочу записать в две переменные числа и поменять их значениями. Я сделаю это вот таким образом. Сейчас я сохранюсь, чтобы у меня снова появилась подсветка синтексиса. 0, 4, exchange. Exchanges, лучше так напишу. Обмены. Я положу в переменную x двойку. Один человек получил двойку, а второй человек получил пятерку. Как мне поменять их значениями? Ну, потом я выведу их на экран, да, то есть я выведу, соответственно, содержимое двух переменных. Можно было, на самом деле, вот так вот сделать. Я хочу увидеть обе переменные на экране, поэтому я вот их обе распечатываю. Соответственно, и я это сделаю сейчас дважды. До обмена и после обмена. Как мне обменять их значениями? Ну, наверное, вас учили в питоне это делать, но в C++ так не получится сделать. Так, что такое? No such file or directory. Ой, елки-палки, я случайно назвал файл .c. Мне нужно его переименовать. Сейчас я его переименую, потому что тогда он, естественно, сразу много чего не сможет. C, он не такой богатый язык. Давай. Итак, вы там еще живы, товарищи? Да. Я... А? Слова Богу. Не, ну могли уже устать просто, потому что мы такие уже занимаемся полтора часа от самого начала, и я хотел бы сейчас приблизиться к завершению, так что вы сильно не переживайте. Вот. Но к завершению лекционной части. А дальше сейчас мы в таком беззаписи уже в свободном полете поразговариваем и еще поговорим про решение нескольких задачек. Может быть. Давайте вот что поговорим. Значит, как мне поменять переменные значения? первый самый тупой вариант, который вы, наверное, не предложите, выглядит так. Да. Что произойдет? Что я увижу? Ваши прогнозы? Два раза и... Я два раза увижу старое значение у, да, опять 5. Да. Дело в том, что я при первом же присваивании перетираю старое значение икса. Какое есть классическое решение? Мне нужно создать временную переменную, в которой сохранить в начале старое значение у, да, тмп. потом я имею право в у уже записывать икса, потому что старое значение у сохранено, а в х мне нужно положить, но не у нового, а мне нужно старого у положить. И поэтому получается вот такой обмен через третью переменную. Знаете, да? Какой способ с помощью который выводишь переменение через декорию, потом присваивание и потом меняешь их наставить. Например, икса икса равно икса 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 Какой хороший вопрос. Когда я учу детей в начале питону, а потом C++, то вот этот вопрос, он может возникать. Но чаще бывала как раз обратная ситуация, когда после C++ народ в питоне и тогда ты им показываешь вау, как круто, так просто. Ребята, на самом деле есть второй способ обмена двух переменных значениями. И в питоне вот этот способ икс запятая икс равно икс запятая икс это на самом деле обмен в две переменные через две временные через две временные переменные. Просто они безымянные. смотрите. Логика какая? Кроме вот такого способа обменять две переменные значениями, есть еще один способ. Я могу создать две переменные. Правда, я же не скомпилировал на самом деле. Это я сделал, но не скомпилировал. Переменную нужно еще и создать. Правда, в современном C++ есть вот такой интересный способ. Если я сразу кладу в переменную значение, то я имею возможность сказать ауто. ну типа такой компилятор сам разберись какого это типа получается. Понятно? Автоматическое выведение типа называется. Это очень удобно в том случае, если я не хочу заморачиваться и писать в деталях. И точно никакого приведения типов не случается. 100% тот тип, который нужен. Вот я сейчас этим воспользуюсь. Я временно автоматически создам переменную нужного типа. И оно меняет благополучно значениями. Потому что я сохранил старое перед тем как перезаписывать его иксом. А в питоне когда мы делаем то по сути происходит следующее. Мы сохраняем старое значение y в tmp1 старое значение x в tmp2 после чего в x кладем соответственно tmp1 а в y кладем tmp2 понятно. То есть через две переменные и четыре действия. Ясно? При этом на самом деле фишка в том что в питоне мы просто во-первых мы не пишем auto второе у нас есть кортежное присваивание когда мы можем сделать вот так вот так но по сути это все равно означает два присваивания а потом вот так вот я говорю x запятая y равно tmp1 запятая tmp2 а поскольку tmp1 и tmp2 являются совсем временными то можно сказать а зачем же они мне нужны если я все равно их туда тупо кладу понятно? то есть это короткая запись целых четырех действий в котором происходит обмен двух переменных через две дополнительные ячейки ну на самом деле там ссылки ссылочная модель это еще дополнительные сейчас тонкости в разговоре да но в c++ работает ли в c++ кортежное присваивание ой фигня какая-то что такое вроде бы работает а обмена нету знаете в чем фишка дело в том что в c++ есть операция запятая операция запятая эта операция она значит совсем не то же самое и она очень низкого приоритета она означает вычислить выражение а результат выбросить ну то есть смотрите я имею право сказать вот так вот смотрите x равно 1,2,3 да вопрос чему равен x вот смотрите да вообще нетривиально если вот знать c++ да и знать что там ну вот не знать что есть операция запятая x равен 1 после этого действия да он вычисляет все три вот эти выражения вот это выражение вычисляет вот это вычисление может потребовать неких действий да в частности вычисление может содержать в себе да хоть ну ладно я сейчас не могу так поиздеваться и написать вот здесь shout hello да но на самом деле вот это вот это вот это тоже действие это операция вот но смысл в том что вот это действие оно может произвести некую там работу с файлами вывод на экран вызов функции да так вот мне может быть нужно выполнить действие само по себе одна из интересных вещей которые я покажу да давайте покажу это то что я могу например y увеличить на правда есть такая тонкость нельзя в одной точке исследования изменять одну переменную несколько раз ну давайте ладно а увеличить на единичку да б увеличить на двоечку и ц увеличить на троечку ну иногда может такое понадобить причем обратите внимание здесь нет вызова функции эти скобки это так это просто вот я обернул выражение запятая она еще и более низкого приоритета на самом деле чем даже оператор присваивания поэтому давайте возвращаясь к предыдущему почему он не сдох на этом деле но сделал совершенно не то потому что компилятор воспринял операцию запятая говорит а прекрасно нам надо вычислить вот это действие вот это действие и вот это действие а результат вот этих операций запятых является значением первого из выражений слушайте не захламляйте себе излишний мозг но операция запятая иногда бывает нужна изредка но самое главное вот такое кортежное присваивание в современном c++ оно может быть оформлено но давайте пока забьем на это дело да вопрос в том можно ли давайте я вначале поменяю две перемены еще раз tmp равно ну давайте x запомним тогда в y я положу x и потом в x положу временное значение да вот это классический обмен через третью переменную он работает ой я навалял где я навалял я в x значение x положил а стирал y ну конечно раз я сохранял x значит x а то мне и надо y перезаписывать а раз так значит в y это мне надо потом выкладывать то есть я просто последовательность напутал это очень важно следить потому что как бы в этом присваивании раз два три четыре да то есть он как спуск такой происходит по диагональкам тот кого только что сохранили его мы имеем право перезаписывать давай дорогой работает замечательно обменял переменные значениями теперь давайте обменяем их назад а можно ли сделать это без дополнительной переменной то есть так чтобы обойтись только x и y ну это такое знаете ментальное упражнение попробуй придумай разомнись как поменять их местами без временной переменной то есть так чтобы были только x и y да есть такая идея x плюс y положим в x x плюс y да что дальше да абсолютно верно поскольку присваивание только что поменяло y и в y теперь уже после вот этого действия лежит разность то есть старый x до сложения и укладки его в x то мы вычитаем старый x из суммы x и y получаем y который теперь лежит ну старое значение y которое теперь кладется в x окей да а теперь смотрите а можно да здесь есть то трудность дело в том что когда мы делаем x плюс y может произойти переполнение то есть я могу просто вы вылезти за пределы своего вот этого пространства в котором я живу до этого закольцованного куска целых чисел и это может плохо закончиться есть интересный такой способ это не не означает что им нужно пользоваться но он красивый посмотрите я говорю сделать x xor y в y положить x xor y в x положить x xor y и вот это действие оно работает вот такой обмен переменных он работает видите они вернулись назад на круги своя вот если вы сможете это дело понять и объяснить то тогда вы круты давайте я это дело оставлю вам на подумать на недельку вот можете друг с другом пообсуждать почему вот это работает как обмен переменных всегда ли это будет работать хорошо или есть какие-то проблемные ситуации когда это будет работать очень плохо ладно слушайте давайте вот что мы с вами обсудим следующим я еще не поговорил с вами про не поговорил с вами про справочные материалы откуда их брать и еще один важный момент а где тренироваться то есть где брать задачки для нарешивания значит есть если у питона есть официальный сайт документации то у си плюс плюс есть официальный стандарт но питоновская документация написана очень человекопонятным языком она не слишком формализована и легко читабельна документация по си плюс плюс это официальный стандарт за который надо заплатить денежку чтобы прочитать но правда есть последняя версия как черновика стандарта который можно почитать бесплатно и там практически нет отличий но он все равно написан довольно канцелярским языком это много сотен страниц и не является учебным пособием поэтому если вам нужен справочник по си плюс плюс я все-таки вам вас отправлю не к оригинальному сайту там стандарта ISO си плюс плюс стендарт ну давайте заглянем посмотрим значит ISO C++ стендарт вот и там да вот можно открыть стандарт ISO CPP орг да откуда достать вот возьми купи official standard да но на самом деле есть этот самый некие материалы да которые можно взять а есть еще парочка сайтов которые очень популярны среди разработчиков один из них называется CPP reference второй называется C++ ну мне я всегда пользовался C++ мне недавно товарищи говорят слушай он там не совсем актуален не совсем удобно устроен и я пытаюсь сейчас переехать под вот этот вот сайтик ну причем он у меня уже открыт вот здесь вот CPP reference вот сейчас тоже скину в чатик наш это документация по C++ соответственно здесь есть какие-то базовые вещи про язык да еще раз нам не понадобится весь язык давайте я сразу тоже сделаю пару оговорок дело в том что языки бывают разные по своей глубине языки программирования бывают очень разные по своей глубине есть школьный алгоритмический язык кумир который представляет из себя буквально бассейн да в котором могут детки плавать да и не тонуть да и в нем ничего особо не сделаешь примитивен примитивен очень не глубок но и и хороший тем самым да вот есть паскаль который энтузиасты конечно же это был в свое время именно бассейн да в который николаус вирт специально сделал как учебный язык но уж очень многим понравился и люди стали копать копать и копать стали его делать глубже и они его углубляют есть энтузиасты которые прикрутили его к этому к шарповой платформе дутнет вот и он по сути как паскаль шарп получился ну ведь по ростовчане южно-федеральный университет делают паскаль бесси дутнет да вот они говорят они не теряют своего энтузиазма и продолжают его копать копать уже функциональщину туда прикрутили скриптовый я посмотрел что сейчас там есть конечно прикольно но если честно люди уже не хотят паскаля программисты уже все-таки не хотят его он потерял свою популярность уже как это время прошло мы можем пытаться модернизировать латынь но вряд ли будет народ которым мы заставим заново говорить на неолатыни правда вот поэтому все-таки сама экосистема программистов она вот такова да есть питон пайтон вот он представляет из себя очень прикольный язык у него очень гладкий вход да но в какой-то момент он резко углубляется да и там начинаются и декоратора тебе и функциональщина полноценная и так далее то есть на самом деле питон он очень глубокий сложный язык во всяких там ну он прост он красив прекрасен я очень люблю пайтон да вот а си плюс плюс да он еще и даже более глубже но фишка в том что он резко начинается да я уже рисовал эту картинку он резко начинается да вот разбежавшись прыгнуть со скалы а второе это то что он еще и уходит вглубь то есть он вот он уходит 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 и чем дальше тем его еще глубже раскапывают то есть просто бездонная марямская впадина и изучить кумир можно за ну профессиональный программист за денек наверное за два досконально до всех возможных деталей паскаль ну понятно что сейчас он становится поглубже но тем не менее паскаль можно наверное изучить там за полгодика я имею ввиду опять же там школьнику даже да я имею ввиду знающим умеющим программировать на каком-то языке вот чтобы вникнуть в сам синтаксис научиться программировать питон вот так с налету конечно уже не выучишь да годик два наверное придется покопать а вот фишка в том что в си плюс плюс выучить почти невозможно он еще и меняется ну питон тоже меняется но там скорость освоения языка она довольно высокая все-таки по сравнению со скоростью изменений самого языка поэтому возникает такая интересная трудность мы можем пользоваться в том числе не только древними там хеллоуорлдами да какими-то мы можем заплывать далеко и пользоваться вещами из новых стандартов но нырять на глубины языка не обязательно то есть будьте спокойными нам не понадобится знать иерархии классов тонкости наследования виртуальные там конструкторы виртуальных конструкторов нет виртуальные деструкторы какие-то еще там плевать а си плюс плюс вот я с 2003 года его можно сказать изучаю с 2000 года я его преподаю я его не знаю я не знаю его во всей глубине ну если бы я был именно девелопером на плюсах я бы наверное опасался вот этого момента что елки-палки надо изучать изучать я его конечно же подучиваю под изучаю но знаете я просто успокоился уже я осознал что действительно вот во в полноте и глубине полностью я не могу его освоить и не надо мне достаточно моих знаний чтобы запрограммировать любой необходимый алгоритм или там какие-то в проекте нет естественным является желание подбатывать но еще раз это имеет смысл делать уже не в школе знаете как это прикоснись к полноте богослужения ты не постигнешь его да но ты можешь вот почувствовать да и почувствовать класс от того что ты в принципе на таком классном современном быстром языке программирования можешь работать так друзья значит я показал вам ссылку да на документацию где можно что-то почитать про сам язык так вот я к чему что вот вы увидев вот эту вот ссылочку и увидев вот это все можете начать выпадать в осадок а я вас спрашиваю не выпадайте в осадок успокойтесь то есть вы читаете сюда исключительно как справочник нет тут есть кое-какие вещи связанные с там basic concepts да то есть это можно почитать но правда по-английски может лучше меня послушать но для справочника а в чем проблема ну открывайте по-английски читайте да там какие-то strings library вот вам нужна нужны строки ну открывайте и смотрите а что они умеют о basic string а стд string мы же ей как раз пользовались да и посмотрю что такое basic string а это строка 8-битных символов кажется где там этот самый да ну тут на самом деле не так бывает иногда просто прочитать да но тем не менее может посмотреть какие там оператор присваивания у нее есть да квадратные скобочки она поддерживает да что-то там еще size length да возвращает количество символов да ну и так далее то есть можно посмотреть а что она вообще умеет эта строка да и вот так вот можно про разные вещи в этой в этой библиотеке смотреть в этой прошу прощения в документации да библиотека ввода-вывода input output ну-ка так контейнеры да так оп input output library да а ну-ка дай-ка посмотрим так что-то какой-то муть какие-то потоки объекты которые что-то как скобки так непонятно пропускаем ну 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 кто-надо где seaut где о во CIN seaut то есть пропускаем то что непонятно открываем то что нам нужно ровненько да и смотрим глобальный объект да который контролирует вывод в поток тра-та-тара тра-тата-там да и он ассоциирован с сишным потоком Вывода STD, а вот я тебе, Федорович, про это говорил сегодня. Понятно? Ну и какие-то еще детали. Не сверх сильно углубляйтесь. Кроме того, есть экзамплы, которые можно скопировать себе или даже запустить онлайн. Ясно? Ну тут, правда, слушайте, это сразу с некоторыми наворотами, которые, опять же, могут быть вам не нужны, совершенно не нужны. Поэтому еще раз, не влезайте глубоко в синтаксис языка, не переживайте по этому поводу. Вторую вещь, которую я вам обязательно покажу, это сайт informatics.mccme.ru. Ну или informatics.msk.ru. Это одно и то же. Informatics. Это сайт, который давно существует, у него сейчас переделки были, не суть, старая версия доступна в режиме read-only с 14.08. Что-то не работает кое-что, не пишите, пишите в чат поддержки Telegram. У них были переделки некие. Но, тем не менее, здесь есть возможность, во-первых, посмотреть какие-то теоретические материалы, в которых кое-что рассказывается. Может, это рассказывается не точно так же, как я рассказываю, вполне допустимо. Вот, а, ой, зачем нам паскаль? Мне паскаль не надо, вернись. Короче, вернись сюда, вот Hello World приводится, да, и как его запускать, там, какие-то детали. И самое ценное, это задачки. Ну вот. Задачки здесь проверяются автоматически. Вот, если оно, конечно же, не на, интересно, он меня пустит со старым моим логином или нет. И нужно или перерегистрироваться надо. Может, он не пустит меня. Ну, давай. Базу, интересно, они подтянули со старого сайта. Я не уверен, как у меня получится создать нормально свою систему, тестирующую, для вот этого курса. Но я думаю, что это может иметь смысл. Что-то он, это самое, после переделки он долго барахлит. Да, боюсь, мне придется просто запускать свою. На самом деле, систем, в которых можно тестировать очень много, на сегодня я, вот, кроме этой у меня нет в запасе, который быстро могу вам сказать. И вот она точно нам подходит идеально. Вот. Давайте я пока придержу. А задачки, задачку. Я вам дам следующую. Задачку я вам дам следующую. Значит, да, и я боюсь, что нам придется сегодня завершить, в смысле, бессильный, лучше отвечу на ваши вопросы, чем мы сильно зависим. Давайте я для затравки задам вам следующую задачку. На потоке ввода, на потоке ввода, нам дали время, время начала уроков. Время начала уроков. Время, ну давайте, лучше не равно, напишу, а тире, да. Время начала уроков. Значит, нам известно, сколько часов длится урок. Значит, сколько часов длится урок. Это целые числа. А, да, тоже. Т1, да, он на самом деле должен состоять из времени, да. Т1, давайте, время начала уроков. Давайте так, я так скажу. Время начала уроков. Получается, Т1, да, это часы, да, двоеточие, Т1, М. Ну, где это у нас, соответственно, часы, часов, да, в диапазоне от нуля до 23, да, и Т1, М, это минут. Диапазон от нуля до 59, да. Вот нам дано вот такое вот на входе. Нам дали вот такую вот информацию, да. Нам известно, сколько часов длится урок. И нам известно, сколько минут длится урок. Длится урок. Очень простая задачка. Требуется посчитать, да, найти Т2, подчеркивание, H, да, двоеточие Т2, подчеркивание, M. В котором будет это время окончания урока. Подумайте, какие сложности здесь могут быть. Вот. И попробуйте это решить. То есть, со стандартного потока ввода вам должны ввестись два числа. Можно с двоеточием, можно через пробел для начала. Это не так принципиально. Подумайте, какие возникнут проблемы, связанные с вот этими вот конечностями этих значений. Попробуйте это дело решить. Вот. Я думаю, что этого, в принципе, достаточно. Давайте лучше мы сейчас обсудим вопросы, какие у вас возникли. Вот. И на сегодня пока закончим. информатикс так и не отвечает мне, к сожалению. Ох ты ж, ёлки-палки, откликнулся, зараза. Ну, я не знаю, насколько он стабильно теперь работает, есть ли там какие-то проблемы. На самом деле, вот, во-первых, в первой теме, да, ввод-вывод, здесь есть задача вот, дано число n. Сначала суток прошло n минут. Определите, сколько часов и минут будут показывать электронные часы в этот момент. Ну, правда, опять же, есть такая тонкость. Я ещё не рассказал вот вторую тему, связанную с остатками и делимостью, ну, вы можете, на самом деле, это дело сообразить из... Или я должен был это рассказать. Сейчас. Нет, я это дело хотел придержать ещё. Это дело я хотел ещё придержать. Да уж. Ну, ладно. Короче, давайте это самое. Вопросы. Главная задача за неделю поставить себе на свой компьютер C++ в той или иной форме. Хотите Visual Studio, Visual Studio. Пожалуйста. Товарищи. Вопросы. Получается, для решения задачи одной из которых вы дали, там, где размен переменный с помощью XOR, можно будет знать двоичное значение каждой и каждой тифры через число? Эта задачка про обмен через XOR, она такая теоретическая. То есть подумайте и ответьте, почему это работает. И в каком случае это может быть не будет работать. Есть ли какие-то проблему этого метода? А это скорее теоретически нужно ответить, чем привести. Ну, можно поиграться на разных примерах с разными случаями. Что такое XOR? Попробуйте вот это вспомнить, узнать, почитать. Вот я в следующий раз расскажу. Если... Или вы расскажете. А вторая задачка вот эта. Она на самом деле может быть, может быть, вот эта задача решена либо при помощи ветвлений, но я их не рассказал еще, либо она еще элегантнее решается при помощи целочисленных операций, но я их тоже еще не рассказал. Но их несложно в принципе рассказать. Есть, поскольку вы знаете наверняка из питона, опять же, в которую вы проходили, я так понимаю, в прошлом году, или в паскале вы проходили. В паскале точно был див и мод. И вы наверняка сталкивались с этим делом. Див что означает? Не знаю, 17, див, 5. Это что такое? Это 3. Я равно-равно 3 напишу все-таки, как это. В C++ сравнение чисел происходит через равно-равно так же, как в питоне. А 17 мод 5 это то же самое, в смысле, это то же самое, как взятие остатка при делении на. Оно равно 2. В C++ и в питоне вот эта операция, она вот так, а нет, есть тонкость, в C++ она пишется простым делением, а в питоне она пишется двойным, вот таким вот. Но в C++ обычным делением, для того, чтобы оно было целочисленным, просто вот это и вот это должно быть целыми числами. Тогда это будет целочисленное деление. Понятно? То есть, вот таким образом можно вычислять частное с отбрасыванием остатка и остаток. Правда, есть такая тонкость, что с отрицательными числами есть проблемы. Там остаток считается не совсем, не совсем хорошо. Вот. C++ Ну, можно сказать так, я примитивно на это сослался, не уходя глубоко в рассказ о переполнениях и всех этих вещах, связанных с остатками. Так, еще давайте вопросы. Еще раз. Насчет деления вопрос. Вот в цифрове там округляются в них числа, а в C++ также? Для отрицательных чисел? А вообще? C++ округляется для положительных чисел вниз. А для отрицательных чисел оно, к сожалению, округляет. То есть, если минус 17 делить на 5, то получится минус 3. И минус 17 по модулю 5 получится минус 2. Отрицательные остатки это вещь плохая. Это неправильно. По-хорошему должно было бы получиться вот в питоне оно бы получилось в питоне было бы вот так вот эта операция. В питоне бы получилось минус 4, а остаток получился бы 3. От минус 20 он бы отчитывался. Потому что в этом смысле как бы округление произошло минус 17 к кратному 5 в меньшую сторону до минус 20. Но в C++ оно будет для отрицательных работать это самое не совсем красиво потому что остаток будет может быть отрицательным если я отрицательное делю на положительное. Так Кристина больше нет вопросов? Ну еще раз для вот этой задачи для этой конкретной задачи про прибавление к часам минутам час часов и минут оно не требует работать с отрицательными числами. Если не получится ничего страшного главное чтобы у вас C++ заработал к следующему разу заставьте работать компилятор заставьте работать и hello world еще есть вопросы Смотрите я здесь стараюсь вообще не говорить про переменные вот давайте так вам давайте пример ввода и пример вывода вам дадут на вход две строки на ввод а это пример вывода вам дадут две строки 12 двоеточие 25 1 двоеточие ну там пробел может быть там или 0 1 это не так важно двоеточие там не знаю 35 да вы должны вывести на экране соответственно не 13 а 14 двоеточие 0 0 понятно второй вариант урок начинается в 22 30 длится 2 часа 45 минут да на экран вы должны вывести соответственно в этом случае что какое время 22 плюс 2 уже получается 24 да соответственно у нас что получается что 0 часов да с другой стороны 30 плюс 45 дает нам еще один час поэтому получается 0 1 ну давайте ну слушайте это лидирующий 0 мне на него реально наплевать будет он или нет да 1 двоеточие 15 понятно то есть научиться переваливать через минуты и через часы вот ну такая вот вещь связанная с работой с остатками так все давайте на сегодня заканчивать мы уже это самое 2 часа 15 минут занимаемся поставьте плюсы это главное попробуйте ответить на вопрос к ссорам попробуйте поиграться с вводом выводом и с переменными на этом на сегодня все спасибо вам большое до свидания до свидания до свидания До свидания.